Всем здарова и привет ребята! Сегодня покажу бой против Газдепа, но прежде скажу, что в топе немного все-таки уменьшилось число топов, с которыми можно играть. Сейчас все меньше и меньше. Вот, например, Трейси, он перешел на Конфу, сейчас играет за Конфу. А еще кто? Этот не противник, этот тоже, этот тоже, этот перестал играть в Мастер Статеги, этот тоже не играет, этот за Дарксайда играет какой-то новичок, этот перестал играть что-то, Бивза тоже редко играет, этот тоже перестал играть. С этим Договор, по очереди сдаемся, этот играет иногда. Так, этот Вип, так, Брока сбросил, Саракамакфо сбросился, Бенери сбросился, Випа нет, Сент играет, наверное, раз в год, с трефом Договор, Линха нет. В общем, противников все меньше и меньше, ну, новые скиллы есть, но в численности они все равно меньше, чем было до старые топы. У меня на аккаунте даже Олега нету сейчас. В общем, единственное, с кем можно играть, вот, например, с Газдепом, получается, хорошие бои. Вот, но этот бой я хочу показать, потому что на этой карте я практически не знаю, что делать, как играть, вина всему, это только аллигаторы. Только из-за аллигаторов, из-за того, что делать, как делать, что строить, из-за того, что не понимаю на этой карте. Только из-за аллигаторов. Аллигаторы все портят. Если не было бы аллигаторов, то была бы стандартная борьба альбатросов, да, армии, в общем. Ну, в общем, собираем ресурсы. Так, здесь, успеваю на самых последних секундах. Так, собираем ресы. Ну, естественно, по морю и по земле мы соберем меньше. По морю сейчас вот здесь я должен встретить. Так, сейчас где? О, нифига себе. А, вот здесь встретил. Ну, в общем, он собрал, по-моему, на один ящик больше. Почему-то, ну, немного плохо все-таки. В общем, развиваемся. Я подумал, ну, что делать? Если бой тянуть, то я буду постоянно уходить в минус. Буду постоянно блокировать с этой стороны аллигаторов. С этой, это еще СДшки нужно ставить. А если поставить сюда этих аэродромов для Торов, например, да, Торов тоже скопить не получится, потому что постоянно нужно какие-то оборонительные здания строить. Например, если противник сделает кречеты, нужно сюда поставить ПВОшки, сюда. Ну, не знаю, скиллы играют, да? Они знают, как играть, но я нет. Я обороняюсь. Нет, даже дело не в луче, а в том, если даже я нападу армией, все равно я должен заблокировать. Вот если противник вышел в аллигатор, я все равно должен заблокировать с этой стороны, с этой. Он поплывет с этой стороны, я поставлю с этой стороны торпедки. Он потом просто обернется и поплывет. Сейчас. Смотрим. Оказывается, всего лишь одна ПВОшка. Ну, четвертый штаб апается, я же на третьем играю. Я на третьем хочу его, ну, не рашнуть, но хотя бы приостановить его развитие. В общем, сношу ПВОшку, и он может вот аллигаторами с этой стороны поплыть, и мне придется ставить сюда тоже СДшку, и сюда тоже торпедки. И, конечно же, торпедки на четвертом штабе не хватит, то есть три штуки торпедки и три штуки сюда не хватит, поэтому придется делать и викинги. Это просто все для обороны, пока что только для обороны. Естественно, противник быстро соберет ресы и быстро сделает Ягахам. Мне нужно делать и торов, и зевса щит. Почему? Потому что здесь огромная площадь для Ягахама. Даже если вы скопите торы, вы их не скопите, даже если вы скопите, то здесь попадете куда-то, и зевсами попадете, но основная часть все равно выживет. Ягахам здесь на четырех хамах бывает огромной здесь, а ваша сторона поменьше. С этой стороны огромная, а с этой стороны поменьше. Вы двинуться сюда не можете, потому что может напасть Ягахам и отсюда, и отсюда, ну двойной Ягахам. Поэтому не совсем выгодно. Так, ладно, уже нападаем, что-то нужно сделать, уже пятая минута, он пошел в четвертый штаб. Естественно, сейчас будет выходить в Ягахам. Я решил, вот этот оказывается, ну подумал, вот этот выйдет в Хам, и хотел уничтожить его. Так, Кречет появился, Кречет, я что, сбился что ли? Где он? Не. В общем, он пока что делает диких, сейчас, только сейчас будет апать. Я проверил, оказывается, это первого уровня. Вот здесь строился еще один спецзавод, я подумал, это для Хамов. Оказывается, нет. Он поставил вот этот для Хамов, но еще не апнул, не успел. Так, все еще прессим его на третьем штабе. Так. Так вот. А, блин, давайте лучше атаку посмотрим. Так, Ягахам, а, Ягахам говорю, Яг вышел хотя бы один, но это плохо, вот Зевсы, они, ну, действительно, немного глупые. Глупые. Вот здесь я не заметил, оказывается, есть ПВОшка, а так бы я не стал атаковать. Сразу бы атаковал Яга. В общем, смотрите-ка, они отвлекаются на пехов, они стреляют по пехам, пока они уничтожат, естественно, Яг будет постоянно стрелять. Как приоритетную, как приоритетную цель они до Яга не идут. Ну, не знаю. Думаю, стоит сделать такую технику для функции, для Зевсу или для вообще атаки надемкой. Что вот нажал двойным тапом, если появились пехи и за ним Яг, а не стреляет по Ягам. Ну, не знаю. Ну, окей, ладно. Это все равно нужно, ну, игра так задумана, что нужно контролировать каждый юнит. Окей. Так. Так, он крещитами ничего не может сделать, потому что он не успевает собрать нормальную армию. Он казармы поставил, я ему не даю развиться, постоянно обстреливаю, постоянно ему приходится туда-сюда гонять своих пехов, что-то строить. Смотрю, оказывается, здесь ничего не... Ну, хотя, ну, в общем, нужно было уничтожить. Я двоих, по-моему, сразу уничтожаю, да, уничтожил. Там один еле живой, он просто сплэшем уничтожился. И тут смотрю, оказывается, на ПВОшке, на ПВОшке, говорю, на электростанции нету никаких ПВОшек рядом. Можно просто забрать. Вот. И тут нужно контролировать и Зевсы тоже, потому что есть у Зевсов... Ай! Ну, блин, не уничтожил, но, естественно, я его уничтожу сейчас Зевсом. Одного Зевса направил всего лишь. Баум! И все, да. Вот, если Зевсов не контролировать, оказывается, ну, они отвлекаются на пехов. И вот, как видите, у них мало ХП. И тех, у кого мало ХП, лучше, конечно же, держать позади. Поэтому, этому меня Сэнк учил. Так, смотри, смотрите, я уже апнул четвертый штаб, а противник все еще обороняется, он тратит резы, поэтому... Он апнул штаб, да, четвертый, раньше меня, он не сделал, кстати, Аликов. Он апнул четвертый штаб раньше меня, но... Постоянно тратил резы. Так, делаем уже Яга. Ой, фу. Щита. Щита это первый... Ну, я тут подумал, если у противника столько пехов, то мои пехи очень даже будут... Кстати, вот здесь я просто немного тупанул, потому что я поставил точку сбора сюда, на базу, поэтому Зевс, который вот так вот пришел, да, приехал, он сразу на базу начал атаковать. Ой, сейчас... А, все, одни вертексы смотрим, мы уже производство вертексов... О, тут тоже, кстати, уже хам производится. Я уже производство вертексов остановил, потому что вертексы сейчас уже не помогут мне, если противник уже сделал хама. Так что... Все, хам есть, ой, хам, щит есть, но только он должен прибыть. Ну, здесь я тоже немного ошибку сделал, да, нужно было сразу, уже вижу, что хам есть. Где он? Сейчас, здесь кричит летал, что-то. В общем, да, у него есть хам, поэтому нужно было мне все-таки отступать и ждать щита. Со щитом можно было. А сейчас я начал отступать, и я по дороге не знаю, сколько я потерял, но, по-моему, что-то потерял. Сейчас посмотрим. Так. Ой, одного зевса потерял, окей. Ну, если даже не потерял, хпшки все-таки потерял, окей. Вот, все, щита дождались. А теперь у нас есть пехи, пехов можно запустить в туман. Если бы у противника не было пехов, которые постоянно меня останавливают, пока зевсы отвлекаются на пехов, а яги стреляют. Вот это мне не понравится. Я сразу сделал пехов, и противник сразу же перестал делать пехов себе тоже. В общем, что тут? Странно, окей. Там крещ, наверное. В общем, я тут немного... А-а-а-а, черт, со щитом немного протупил. Пехов нужно было запускать внутрь. Да, действительно, вот, все. Он запустил внутрь. А зевсов я просто отпустил. Щита продвигаю. Вот. Противник, так как постоянно терял что-то, он не успел собрать нормальную массу ягахама. А так бы он, конечно же, тут отбился бы. Так, видим вот здесь вот хама, и стреляем специально по нему, чтобы вот сейчас... Вот здесь еще один есть, поэтому... Сейчас вот этот уничтожаем все-таки. Да, все уничтожили, потому что... А, не, вот, вот он. Пехи нам помогли. Показали, где он находится. У него всего лишь один хам. Здесь только, наверное, сейчас. Только сейчас выйдет следующий. Здесь он поставил еще один завод, но, наверное, апнул только до броненосец. Он делает броненосец. В общем, резы есть, наверное, у него. Но... А, так. ПВОшки есть. Он, конечно же, их не сможет уничтожить под щитом. Даже один... О, у него падают кречеты. Второй упал. Нужно сразу уничтожать вот этот завод, который, ну, очень опасен. Ничто не может нам помешать, если нету ягов. Там, не знаю, может быть, дикие будут под хамом, может быть, пехи будут. Но ягов нужно уничтожать. Если уничтожим завод ягов, то все уже. Дальше он ничего не сможет сделать. Все, уничтожили. Все. Теперь можно... Хотя я, да, вот, параллельно начал копить вертекса, потому что он уже, естественно, не будет делать что-то против авиации. Последний вот здесь ПВОшку уничтожим и все. Вот. Если вот так вот не делать, и то мне повезло, что я хорошо собрал ресурсы. Не знаю, почему, но я хорошо собрал ресурсы. Здесь я не должен был собрать как минимум три ящика. Он мне подарил эти три ящика, которые он должен был забрать. Вот. Они входят в четвертый штаб быстрее, делают аликов. И, ну, естественно, если они забирают ваши ресы, значит, вы не сможете быстро выйти в зевсощит, там, еще что-то серьезное. Естественно, такой атаки, возможно, и не было бы. Так что вам пришлось бы обороняться сначала, защититься от того, что он сделал. Например, Ягахам. Там зевсощит обязательно делаете. Кречеты. Обязательно делаете ПВОшки, тайфуны. Пока вы все это выстраиваете, вот здесь уничтожаю завод. Я специально оставил на нем очень мало ХПшки, чтобы он не переставал производить хама. Вот когда он производил, я уничтожил. В общем, пока вы обороняетесь от всего, что он делает, вы будете постоянно терять весы на оборону, на оборонительные здания. А он постоянно будет развиваться, делать, не знаю, армию. Здесь хватает и Кречеты, который будет вот отсюда заходить, залетать, уничтожать авиазаводы. Если Торов вы успеете сделать. А если вы Торов сделаете вот сюда, он просто сделает этих Альбов. Альбами можно вот так вот играть. Хотя Альбов можно сделать, даже если вы поставите сюда, назад, штаба Торов. В общем, здесь у сопротивления больше преимуществ. Если вы знаете, как тут играть, скажите, пожалуйста, я не знаю. Если бой затянуть, то, ну, собрал бы я огромную массу, да, и сюда поставил бы луч, скорее всего. Но до луча я не смогу, потому что здесь поставил ПВОшки, здесь поставил ПВОшки, эти торпедки от Аликов. И, естественно, я буду терять очень много ресурсов, тогда как уже противник, сопротивление будет делать, заряжать ядерку. Я могу максимум, что смогу, я могу апнуть пятый штаб, и все. Поставить луч, его зарядить, я могу даже не мечтать. И тем более у него постоянно будут крутиться и вертеться Кречеты. Здесь будет огромный ЕГА-хам постоянно патрулировать. И я буду, естественно, терять какие-то ресы постоянно. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи насчет этой карты, когда делает противник аллигаторы, ЯГА-хам, там, Кречеты, Альбы, то скажите, как тут играть? Я, я не знаю. Окей, вот такой вот был бой, я не дал нормально развиваться противнику. Ну, в общем, всем пока, всем удачки, всем здоровья, счастья, процветания. До свидания.